В Дагуфпилсе продолжается обновление дорожного покрытия. Многие участки уже приведены в порядок. На некоторых улицах работы начнутся в ближайшее время. Управление коммунального хозяйства ежегодно обследует улицы города и составляет план работ, приоритетно включая в него дороги с большей интенсивностью движения, а также улицы, по которым курсирует общественный транспорт. В этом году на обновление асфальтового покрытия из Государственного дорожного фонда выделено 1,7 млн евро. Помимо этого, финансирование в размере еще 100 тысяч евро предусмотрено в рамках программы содержания транзитных дорог. Мы выбирали улицы как по интенсивности движения, так и по степени износа дорожного покрытия. Лучше всего это видно весной, после того, как сходит снег и прекращаются температурные колебания. Берем во внимание, разумеется, информацию, поступающую от жителей. Проверяем все жалобы, насколько они объективны и корректны, а затем согласовываем работу с хозяйственным комитетом и приступаем к ремонтам. В этом году мы довольно строго оговорили в договорах все требования о том, что строители должны последовательно начинать и заканчивать работу на каждой конкретной улице, и только после этого могут приступать к следующим. Это делается, чтобы не повторялся предыдущий не совсем хороший опыт, когда одна бригада сначала снимала асфальт и бордюры сразу с нескольких улиц, и только потом, спустя довольно продолжительное время, начиналось асфальтирование. В этом сезоне работы уже завершились на улицах Таутас, Полигонас, Лъежу, Шуню, Комунаала и Лъелаа. В рамках проекта по развитию системы водопровода и канализации идет асфальтирование на Юдовке. В ближайшее время будут завершены работы на улицах Кандавас, Висбулю, Парадас и Саулас. Затем строители смогут отправиться на улицу Лачплэши, Даугавас, Вишкю, Краславас и Ятнеку. Когда Даугавпилс Уденс и Даугавпилс Илтум Тейкла завершат работы по обслуживанию магистральных сетей, можно будет начинать укладку асфальта также на участках улиц Каунис, Сигулдас и Андрея Пумпура. Вскоре правительство рассмотрит вопрос о выделении самоуправлению государственного займа. Если финансирование будет получено, можно будет привести в порядок еще несколько участков дорог в разных районах города. В этом году коррекции в ремонт Дорожного фонда внесло резкое подражание материалов и энергоресурсов. Это заставило пересмотреть план работ, однако самоуправление работает над тем, чтобы успешно завершить все начатые проекты. Объемы работ уменьшились, так как цены выросли примерно на 15%. Очень подорожал битум, щебень, топливо. Разумеется, мы это учитываем, планируя дальнейшие закупки. Сложнее с теми закупками, которые были проведены до всего этого, до 24 февраля. Это были проекты на пять улиц и парки, разделенные на два года. Соответственно, за прошлый год финансирование было освоено где-то на 50-60%. А в этом сезоне на завершение работ финансирования уже не хватает. Мы тщательно изучили ситуацию и приняли решение о том, что удорожание может происходить только на работы по асфальтированию и прочие подорожавшие материалы, например, металл и древесину. Решением Думы трем объектам было выделено дополнительное финансирование. Оно было небольшим, но подрядчики согласились и продолжают работы. Договорные четыре объекта были расторгнуты. На завершение работ проводится новая закупка, предложение по которой откроем 18 августа. Надеюсь, цены окажутся приемлемыми и нам удастся закончить объекты в этом году. В целом, несмотря на всю сложность ситуации, работы в городе проводятся, ничего не остановилось. И у нас довольно масштабные планы на будущее. В этом году мы хотим начать работы на улице Смилшу от Ятни, Акуда, Валкас и еще на пяти улицах. За актуальной информацией о дорожных ремонтах, проводимых на территории города и связанных с этим изменениях в организации движения, следите на сайте самоуправления www.daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.